Светлые гости на Светлом радио Если позволите, сначала хочу искренне поприветствовать всех слушателей Светлого радио «Иммануил». Рождественские праздники прошли, но Рождество Христово в наших сердцах никогда не проходит. Мы всегда знаем, что это всегда актуально для нашей жизни. Говорим о вере в Бога, но есть такая строчка «Имейте веру Божью». Я не знаю, как в украинском переводе это звучит. Некоторые люди толкуют это как что-то особенное. Оно немного звучит аспективно, смещенно, что это как бы Божья вера. Как вы понимаете это место, как вы это толкуете в церкви? Я вот как понимаю, когда Слово Божье учит нас вере, то Слово Божье дает и принципы, что такое вера и так далее. Другими словами, очень часто люди пытаются верить Богу именно таким образом, как они этого желают. Когда-то я слышал, как собрались то ли на радио, то ли на телевидении, уже не могу вспомнить какая это была передача, что-то они рассказывали о Боге. И каждый из них рассказывал о Боге как о своих собственных переживаниях, кто такой Бог. И я скажу, почти все они говорили о Боге, далеко не соответствуя Библии. Далеко не соответствуя Библии. То есть каждый человек хочет видеть Бога именно с той позиции, как ему было бы удобнее и лучше. Чтобы Бог был таким очень удобным, очень добрым. Есть даже такая шутка. Бог создал человека по образу своему, а человек ответил Богу тем самым. Каждый хочет иметь себе такого карманного Бога, или по крайней мере рубаха парня у себя за пазухой. На короткой ноге, как говорят. Но давайте мы посмотрим на самом деле, когда говорят. Имейте веру Божью. Это имеется в виду, что есть вера, которая основана на Слове Божьем. Если в Слове Божьем написано «не кради», то оправдания нет. Если в Слове Божьем написано «не прелюбодействуй», то оправдания нет. Другими словами, это то же самое, о чем мы говорили раньше о делах. Если мы говорим о делах веры, то эти дела должны подчеркивать нашу веру. Поэтому мы не можем искать Бога, который будет для нас удобным. Мы должны принять Бога, который открылся для нас через свое Слово, через Библию, именно таким образом, если я смог таким образом объяснить. Именно так я понимаю, что Библия нам говорит, какой Бог, и нам нужно так верить. Нам нужно так верить. Скажите, пожалуйста, когда все же, а я в это верю, христиане смогут достичь определенного понимания с Божьей помощью и определенного единства? Я имею в виду единство духовного. То при содействии Святого Духа, мне так кажется, смогут начаться большие позитивные изменения здесь, у нас в Украине, в том числе и общественном, моральном, духовном состоянии нашего украинского общества. Позвольте, я отвечу таким образом. Если мы, говоря о единстве, будем иметь в виду, что все церкви примут одну богослужебную практику, то наверняка этого не произойдет. Ну, например, скажем так, если существуют разные традиции, но Господь один, мы можем по-разному праздновать Рождество, разная богослужебная практика, но мы поклоняемся Господу. Я сегодня не хотел бы заниматься агитацией в ту или другую сторону, но поверьте мне, что единство, так как вы сказали на духовном уровне, принять те же Божьи истины, которые прописаны в Слове Божьем всем христианам под силу, это всем нам под силу, и всем нам, как вы очень хорошо выразились, существует огромный шанс стать в одном порыве, даже отстаивая христианские ценности в нашем обществе. Вот такое единство я вижу, и это не является такой огромной проблемой. Возможно, большей проблемой может быть то, что когда какая-то церковь будет говорить о единстве, стараясь на этом сделать, как сегодня принято говорить, соответствующий пиар, то другие церкви на это не пойдут. То есть мы должны быть достаточно искренними, а достаточно искренними могут быть те люди, или тогда мы можем быть, когда вы очень хорошо подметили, когда все наши достижения не будем приписывать себе, а отдадим их в славу Божью, и будем согласны, чтобы Дух Святой нас объединял. Поэтому я не вижу, что все конфессии станут под одно какое-то, и в том числе юридическое крыло. Но я очень хорошо вижу, что все конфессии могут, приняв Божьи истины, просто-напросто в обществе Божьем отстаивать моральные и духовные ценности, христианские ценности. Хоть мы и говорим, что мы христианская страна, но у нас есть статистика, которая показывает кое-какие моральные аспекты. Они более ужасны, чем в нехристианских странах. Поэтому я думаю, что есть смысл задуматься над этими моментами. Наверняка церкви еще не все сделали, а сделать они могут только совместными усилиями. В нашем эфире Анатолий Николаевич Казачок. Мы вернемся через несколько минут после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok В тебе нет недостатков, но есть преимущества. Понимаю, без тебя я ничего не могу. Сбиваю ноги все быстрее, за тобой бегу. Всегда я знаю, он со мной, мой Господь. А без него имею что? Только лишь плоть, искалеченную душу, пустые глаза. Когда не вижу ничего, то, что могу сказать. Тихо, тихо слышишь, голос звучит. Этот дух святой тебе сейчас говорит. Ни в коем случае нельзя, нельзя его потерять. Голос Духа Святого нужно искать. Ты услышишь его, если будешь внимательным. Быть особенно для этого необязательно. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух святой не просто вишь ты. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух святой не просто вишь ты. Он намного ближе твоего внимания. На расстояние дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух святой не просто вишь ты. Он намного ближе, чем думаешь ты. Он намного ближе, чем думаешь ты. Он намного ближе, чем думаешь ты. Ты сказал мое сердце, как сотни сердец Тебя люблю потому, что я твой отец Теперь Иисус, каждым словом твоим дорожу И все, что есть в моем сердце, тебе приношу Я не желаю всего, но я желаю простого Не потерять голос Духа, Духа Святого Я понимаю, что сам ничего не могу Но слышу голос внутри, я помогу Я знаю, что ты ближе, чем думаю я На расстоянии дыхания Намного ближе, чем думаешь ты Дух Святой, не просто мечты Он намного ближе твоего понимания На расстоянии дыхания Он намного ближе, чем думаешь ты Дух Святой, не просто мечты Он намного ближе твоего понимания На расстоянии дыхания I can feel it with my veins And I feel it with my veins Because where the Spirit of God is There is liberty And it is written You shall receive power And the Holy Spirit has come upon you And you shall be my witnesses Standing from Jerusalem Дух Святой, не просто мечты And all the way did you dare Even unto Samaria So I wanna see you put your hands in the air And give him the power Он намного ближе AMB Geb proclaiming achievements Duh Святой, не просто мечты Дух Святой, не просто мечты On намного ближе твоего понимания На расстоянии дыхания Duh Святой, не просто мечты Duh Святой, не просто мечты Он намного ближе твоего понимания На настоящее много прижимание Дух святой, не просто мечты Он намного выше твоего поклонения На настоящее много прижимание Аня А мы продолжаем разговор с Анатолием Николаевичем Казачком. Анатолий Николаевич, очень много всего было сказано о вере, но вы сказали, от чего она зависит и чем демонстрируется. В принципе, демонстрируется в жизни. Есть даже такое место, очень интересно. В последнее время очень часто о нем вспоминаю. Будьте готовы к каждому, кто захочет вашего ответа о вере, дать этот ответ. И всегда задумываешься, как же нужно жить, чтобы люди бегали за тобой и спрашивали. Расскажи, поделись, как ты в наше время живешь с таким настроением и с такой уверенностью. Давайте я скажу так. Давайте я скажу так. Я прилагаю усилия, чтобы так жить. Но если начать сначала, от чего походит вера, то вера от слушания. И, собственно говоря, не от каких-то новостей в средствах массовой информации, а вера от слушания Слова Божьего. И мы базируем нашу веру именно на Слове Божьем. И если мы базируем нашу веру на Слове Божьем, то она и должна быть на самом деле основной. Например, когда я читаю какой-то текст Слова Божьего, он мне показывает, что я должен сделать. Есть несколько путей. Один из них — принять Слово Божье и сказать. «Господи, я жил до этого времени не так, я каюсь». Это я начинаю демонстрировать свою веру, своими делами, делами веры. Поэтому помоги мне исправить, ну, например, эти черты характера, приобрести то ли иное. Или сказать, ну, обстоятельства жизни и все такое. Одним словом, найти себе отговорки и жить так дальше, как я живу. А Слово Божье всегда было и остается основой. И тот самый Иаков говорит, что мы должны принять Слово Божье. А принять Слово Божье, он к Слову употребляет нам интересную фразу. Принять Слово Божье, имеется в виду некоторый военный термин — отвоевать с плацдарм. Другими словами, мы должны приложить усилия, и помните, что с дней Иоанна Крестителя написано в Слове Божьем. Царство Божье берется с усилием. Поэтому мы должны положить усилия. Если человек говорит, что я буду верить, не прилагая усилий, то, возможно, это будет философским понятием, но нереально и непрактически, и не демонстрируя изменений своей жизни и своего характера веры. Имеем еще один телефонный звонок. С нами Наталья на связи. Добрый вечер. Добрый вечер и Божьих благословений. Очень благодарна Господу за вас всех, за пастора. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Немножко, возможно, не по теме, потому что вера в Слово Господу уже есть. Укрепляюсь в вере. Спасибо Богу, что Он скажет. Вера спасает нас. А вот у меня Евангелие от Святого Луки, 17 глава. Есть такое, что фарисеи говорили Иисусу Христу. Как будет Царство Божье? А Он отвечает в 20 стихе. Не придет Царство Божье приметным образом. Но я не понимаю, в каком месте Святого Письма я читала, что все увидят все концы земли, когда будет приход Иисуса Христа. Объясните мне, пожалуйста, то, что я здесь не поняла. Спасибо за вопрос. Когда мы говорим о Царстве Божьем, мы наверняка должны для себя понять два аспекта этого понятия. Помните, в одном месте мы читаем в Слове Божьем, я имею в виду, мы читаем, что Царствие Божье — это не еда, это не питье, это праведность, мир и радость в Духе Святом. Говорится о Царстве Божьем как о чем-то глубоком, внутренне спрятанном. Это наше с вами переживание Бога. Это наша вера и т.д. Когда Царство Божье приходит в нашу жизнь, незаметно, это тот момент, когда мы не можем объяснить. Это тот момент, когда, например, есть в Слове Божьем Дух Святой, Он приходит, Он отходит, и мы объяснить этого абсолютно не можем. Это не значит, что люди не увидят в нас перемен. Но попробуйте объяснить, как Царствие Божье пришло в нашу жизнь. Вы этого объяснить не сможете. С другой стороны, вы говорите о видимом Царстве Божьем, как уже последний приход Иисуса Христа. И такая визуализация на весь мир Царства Божьего, когда Иисус придет в Свою Церковью, это уже другой аспект. Это аспект больше будущего, но не нынешних переживаний. Я верю и понимаю, что в этом месте, которое вы процитировали, Иисус Христос имел в виду именно Царствие Божье, которое пришло к ним, или которое они видели. Это обучение, которое Он давал. Это те переживания, которые они видели, и более того, Иисус Царствие Божье демонстрировал мощной силой на оздоровление людей, на изгнание демонов и помощь людям в их жизненных трудностях. Даже более того, припомните, Он не один раз демонстрировал Царствие Божье в чрезвычайной премудрости. Например, когда к Нему пришли и спросили, нужно ли платить налог для Кесаря. Мы наверняка хорошо понимаем, что какой бы ответ Он не дал, было бы плохо. Они же спросили, давать или нет. Да или нет. Да или нет. Давать или не давать. Другими словами, чтобы Иисус не сказал, Он был бы плохим или для евреев, или бы был преступником в глазах Римской империи. Иисус дал прекрасный ответ. Этим Он продемонстрировал Царствие Божье. И Царство Божье, которое поселилось в нас. Я думаю, когда вы сказали, что с верой у вас все в порядке, то вы видите, это Царствие Божье, это перемены в вашей жизни. Это мудрость, которая приходит к вам, и вы никогда не знаете, откуда она приходит. Мудрые ответы, которые вы даете на те или иные вопросы, на трудности в жизни. Даже более того, вы наверняка заметили, что в своей личной жизни вы меньше стали волноваться за то или иное. И те вещи, которые когда-то чрезвычайно вас волновали, перестали вас волновать. И даже то, что вы имеете уверенность в будущем, это тоже демонстрация, что внутри вас есть Царство Божье. Поражает та свобода принятия решений, которую Иисус доверяет каждому человеку. Он говорит, отдайте Богу Божье, Кесарю Кесаря. Но человек сам должен решить, где проходит эта граница, которая разделяет Божье и Кесаря. Также, когда говорили о единстве, почему-то вспомнили слова. Главному единство, второстепенному свобода во всем любовь. Но вопрос единства не лежит в том для каждого человека, где граница между главным и второстепенным, в чем я могу уступить и принять другого человека таким, как есть, а в чем нет. Для меня это главное. Или как человек одевается. И еще один вопрос именно к вам о причине этого разделения о вере. Сказано, от веры в веру или от славы в славу. Есть такие выражения, кажется, что это какие-то ступени или уровни, как вы понимаете это место. От веры в веру. Давайте посмотрим таким образом. Когда мы уверовали в Господа Иисуса Христа, то с каждым днем мы, собственно говоря, имея за основу Слово Божье, должны вставать тверже в вере. Тверже, тверже и тверже. Если все происходит наоборот, то что-то неправильно. Хотя иногда люди, когда говорят «от веры в веру», они очень часто имеют в виду какие-то переживания или эмоции и т.д. Не об этом идет речь. Говорится о познании, познании Бога. Позвольте я приведу такой пример. Пришел человек к Господу, покаялся и в разговоре говорит «Боже, отведи!» И этот кондуктор прошел мимо, видите? Буквально через неделю. Что же я рассказывала? Это же так стыдно, я же не заплатила. Раньше это не беспокоило человека. Но пришло время ее переживаний с Господом, ее хождений с Господом, и эти вещи уже начинают ее беспокоить. Она начинает понимать, что это неправильно, это является обманом. Я понимаю, что там, где говорится от веры в веру, там говорится о нашем познании Бога. Даже то, что я начал сначала, когда мы говорили о золоте, что говорил апостол Петр и по логике, и у Иакова говорится об этом, золото стает лучше, когда оно переплавляется. Вера наша демонстрируется тогда, когда мы переживаем какие-то трудности. И мы можем видеть, мы прошли какие-то трудности, стали на ступень еще выше. Если даже подобные трудности нам нужно будет пережить еще раз, это уже не будут те трудности, которые были. Это уже будет намного другое. Почему? Наша вера стала сильнее, нам намного проще. И не раз я слышал такие выражения. Если бы пять лет назад произошло то, что произошло сегодня, я не знаю, пережил ли я бы это. Но сегодня я легко переживаю. Почему легко переживаю? Моя вера стала крепче, я легко преодолеваю в жизни преграды. Я уже не зацикливаюсь на этих моментах. Я уже легко преодолеваю. У меня ценности стали намного выше. Все это напоминает, что наша земная жизнь — это просто какая-то школа веры, надежды, любви. Мы сдаем тесты или заваливаем их и перездаем. Я так часто говорю, что как мы проживем эту жизнь, от этого будет зависеть, как мы проживем вечную жизнь. С нами был Анатолий Николаевич Казачок. Спасибо за интересную бездонную тему, Анатолий Николаевич. Спасибо вам за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» — значит, с нами Бог. «Вы меня отновили жизнь, просто, вы знаете, не могу отрываться от вас». «Прекрасное светлое радио, которое несет столько любви, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует». Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svetlo.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды.